Иногда пищат, 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 лают, лают. На второй день идешь, все, тишина. Галина Федоровна каждый день ходит в сады и мимо пункта временного содержания животных. Сюда привозят кошек и собак, отловленных на улицах Довлеканова. Жительница города говорит, это место всех пугает. Людей настораживает не обитателей приюта, а их отсутствие. И сколько щенят было здесь, пищали, пищали щенята и тишина. Кто их разбирает или куда их девают, вот это интересно. Ни табличек с информацией, ни телефонов. Здесь висит лишь баннер с надписью «Пункт временного содержания животных». Жители жалуются, что они знают, куда и кому обращаться, чтобы забрать себе кошек и собак. Также у Довлекановцев есть опасения, что от животных попросту избавляются. Тому есть основания. Около маслозавода лежала собака дохлая. Много собак валялось. В общем, их, по-видимому, убивают, отравляют или стреляют, не знаю. Инициативные жители организовали вывоз бездомных животных из Довлеканово в другие города Башкирия. За свой счет нанимали машину и оплачивали дорогу. Тивисты тоже молодые девушки. Троих отправили, двоих щенят и собачку отправили в Сель-Тамак. Потому что там нормальный приют для кошек и собак. Отправили это где-то недели три назад. А два дня назад отправили еще двух собак. И опять Сель-Тамак принял. В администрации Довлекановского района рассказали, что отловом животных занимается городская служба Горкомсервис, которая выиграла тендер на этот год. У чиновников организация нареканий не вызывает. Но жалобы от жителей все же к ним поступали. Мы все выяснили, все документы запросили, что закон о защите животных не нарушается, жестокого обращения нет. Животных кормят, ветеринарные службы привлекают. Для того, чтобы выявить животных агрессивных, болеющих, чтобы привести стерилизацию. В свою очередь директор предприятия пояснил, что в пункте временного содержания животные могут находиться до 10 дней. По его словам, сначала отловленных собак и кошек осматривают специалисты ветстанции, а потом принимают решение. Также руководитель Горкомсервиса обещал в ближайшие дни разместить информационные вывески. Тем не менее, жители города написали обращение в партию «Зеленых» с просьбой разобраться в ситуации. Экозащитники отреагировали на жалобу, приехали в Довлеканово оценить обстановку и направили запросы в природоохранную прокуратуру и местную администрацию. Рустам Нурейшев, Александр Кузнецов, Городской телеканал ЮТВ.